Добро пожаловать в СССР, это Весли и это Веслис Ньюс с Русланом Колобуховом из Рига, Латвия, нового электроэнергиозного устройства около 1.5 кВт. Большое спасибо Dragonlord, большое спасибо Руслан. Это, ну, просто я тут решил в этих коробках не делать Теслу больше, потому что это геморрой конкретный, сейчас тебе покажу, я тут делал этот самый, блядь, так, ой, блядь, вот, я делал вот такой блок, это Тесла стабилизация, короче, на 4046 или 7046, неважно тут, короче, она тут со всеми делами. Стабилизация чего? Резонанса, чтобы она держалась в резонансе все время. А, это Фабча, что ли, по частоте? Да, 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 вот, кстати, фонарик вот он этот лежит. Ого, так. А что он не горит? Ага, не вечный. Ну, не горит, горит, сейчас включим. Ну, от батарейки это, да, конечно. Ну, он просто валяется и все. Погоди, а что он не горит ни хера? Может наоборот, без минут? Не-не-не, там резистор сгорел, этот пусковой, вон он черный там весь. А мы его сейчас от этой подключим, от конденсатора сразу же. Не, она тут, блядь. Как ее тут? О, есть, горит. О, е-е-е, магия. Горит, что она не будет гореть? Вот, так, сейчас, подожди, акума я взял, вроде бы. Ты зачем ненужную коробку сделал? Ну, это так, эксперимент делать нехуй было. Ты же собирался там что-то для народа на 150 лат трогать. Это я тебе потом покажу. Вот, видишь, заземление. Ничего лишнего нет, вот. Э, подожди, подожди, это что такая за прикруточка прикольная? Ее что, можно открутить? Эту? Не, не, вот, снаружи. Ну, это же этот самый, как его, ну, землю просто, чтобы не оторвать отсюда. Вот и все. Я их везде ставлю, и тебе тоже там поставил. Вот такая вот установочка. Что-то много лишних микросхем наблюдают. Ничего там лишнего нет. Да ладно, там половину можно выкинуть, знаете. Нет, ну, в этом случае нет. То есть тут, это самое, фазовы вращателей и все остальное. Так у тебя все равно получается четвертый волновик, да, стоит вон справа? Забудь про эти четвертые волновики. Вот, вон у тебя катуха справа стоит. Это ничего. Право, справа, справа. Правее, правее, правее. Вон она. Нет, вон черная. Это? Да справа, вообще справа. Вот это? С землей рядом стоит. Вот это. Это цаунный. Вот это, да. Это высоковольтный трансформатор. Ну вот. А он же четвертый волновой? А ты что думал? С чего вдруг он четвертый волновой? Ну, потому что у него устройство, как у ТТ, Тесловское. Ну и что? Смысл? И все. Вот твоя Тесла стоит, по сути. Нет, здесь смысл... Только заводская. Нет, здесь смысл не заключается в четверть волны. Здесь вообще волновой. Да, это не смысл, она просто как бы есть. Слушай, не морочь голову. Вот лампы, ты эти лампы видел. А почему так странно показывает? По показаниям вот этих вольтметров и амперметров у тебя киловатт, у тебя три лампы включены. Почему не... Почему амперы, короче, не показывают больше? Ну, я откуда знаю, почему она не показывает. На этом вольтаже у тебя амперов должно быть в полтора раза больше. Если это 500 ватт стоит. Вот, 500 ватт. Да, я вижу, что это 500 ватт. Почему у тебя амперметр неправильно показывает? Ну, потому что это, во-первых, тут не 50 Гц, а 400, а приборы 50 Гц. Ну, да, думаешь, инерция? Ну, конечно, частота отличается. Вот он и врет, так сказать. Скорее всего, от этого. Я не знаю, то есть. Ну, вот он, что он показывает, то я тебе показываю. Где у тебя генератор 400 Гц? Так, секунду, что там? Так, в смысле? Ну, вот она, микросхема стоит, которая это все делает. Вот это 400 Гц? Она модулирует весь этот. Вот ТЛ-ка, вот драйвер, вот ключи. А вот она, микросхема. Так, ключи чего? ДД-4093. Горшка? Ключи, что ли? Что? Горшка ключи? Ну, она просто... Ключи чьи? Горшка? Да, да, да. Правее, правее. Покажи правее. Раскачка этому самому. Вот и все. Это у тебя вот эту теселку маленькую, да? Штука качает. Вот это вот драйвер для высоковольтного трансформатора. А еще правее, что? Это фазовращатель. Чего? Смещение, что ли? Это, ну, одно фазовое относительно другое, чтобы точно попасть? Ну, чтобы попасть точно, да. Ну, понятно. Там обычная, да, логика должна быть, это ЛСК? Да все просто, очень все. Ничего тут не наворочено. А там что, земля? Ну-ка покажи. А колечко на себе стоит? Колечко – это фильтр. А дальше выше. Здесь? Да. Ну-ка, что тут у тебя? Блок питания стоит. А ты промерял вот эту свечу? У нее сколько сопротивления? Большое сопротивление. Большое? То есть у нас с резистором встроенным? Да, там встроенный резистор. И сколько она, сколько это конкретно? Не помню, по-моему, 5 мегаом где-то так. Нихера себе. Потому что там, ну, как бы, если будет прошибать постоянно и сильно, то вылетают ключи. А блочок этот питания какой стоит? На сколько? 24 вольта. Так, подожди. Вход и выход, что, сколько? Ну-ка. 4,5 ампера и… Он DC-DC что ли? Или как? DC-DC? Нет. Нет? Это переменка. Нормальный блок питания обычно. Переменка на этот самый. Вход у него что? Переменный ток. Переменный ток. Переменка в ход? А выход по стоянке? Да. То есть он со стабилизатором? В смысле со стабилизатором? Ну он стабилизирует? Ну у него плавать будет на входе, а на выходе будет стабильно стоять. Конечно. Это же обычный блок питания. Так. Понятно. Переменка по входу, по стоянке по выходу. Ну… Что ты тут гранату все еще мотаешь? Не надоело. Это не граната. Ну я вижу, что граната. Только маленькая. Не граната это. Это не граната. Это простая катушка. Просто доматывал и отматывал. Здесь вообще пустая труба. Здесь ничего нет. Просто отмотал, потому что напряжения было слишком много. Кулер нахрена? Ну он тут дует как бы. Он раньше стоял и остался. Вот я его подключил к блоку питания. Так в принципе он здесь и не нужен. Ничего не нагревается. Ладно, давай включу, потому что надо топать еще. А вот она вообще хоть может хоть ватт дать на самозапите без земли? Нет. Нет, не может? Вообще не может? Вообще никак. Она сразу отключается, как только ты ее… Но она не может работать без земли, я же говорю. А запуск что? Сколько там аккумулятора? Что такое аккумулятор? Два аккумулятора по 12 вольт. То есть 24, да, ты, конечно, на сколько? С одного она не пускается. Вот я тебе сейчас включу. А мой? От чего? О, видишь, она не хочет. А ты вроде вообще про крону говорил. Ну на твоих кронах. Тут просто места не было засунуть. Это преобразователь и зарядные эти кондеры. А ты этот что ли? Какой-нибудь с Алиэкспресса? От DC-DC какой-нибудь используешь? Да, да. Вот она работает, запустилась. Сейчас уберу это. Вот она работает. Ну вот, все, подключаешь сеть. Видишь, она даже пищит, потому что у нее частота другая. Да, но я вижу. Вот лампочки эти самые. Втыкаешь. Когда ты уже вилки купишь-то, елки-палки? Кого? Вилки. Да я специально так покажу. Втыкатель, блин, знатный. Ну это не проблема. Колхозник. Вот она работает. Вот видишь, показывает, где-то 4,6 может быть. Ну и хер с ним, господи. Это где-то киловатт. Ну тут по... Здесь все лампы по 500 ватт. Ну вот, а стоит 500, да. 1500. Вот, 1500. Короче, показывает. Общее. Просто он врет, может быть, из-за чего. Может, вольтметр врет у тебя как раз-таки, а не амперметр. Нет, вольтметр не врет. Я проверял, но вольтметр не врет точно. Значит, амперметр врет. Амперметр врет, да. Ну-ка, покажи землю к батарее прям крупной. Вот. О. А что, так на соплях и хватает? Я ее, я тебе просто ее сейчас оторву, и все потухнет. Вообще на сопельках, там же окисленно все. Работает? Ну вот, работает, видишь. Посмотри. У тебя трубы стальные? Ну, это же старая система. Не-не-не, смотри, вон я вижу внизу вторая, господи. А, сталь? Конечно. Везде сталь? Везде. Ты на каком этаже живешь? Третий этаж. Третий этаж. И внизу везде весь стояк сталь до низа? Все до низу. У соседей, да, тоже сталь? Везде, здесь ничего не менялось, это старая хрущевка. О, повезло-то, да? Вот смотри, я сейчас ее оторву и все потухнет. Нет! О. Все. Еще лампа есть одна? В смысле? Четвертая. Есть, только сразу прошадка, и она не включается. А-а-а-а-а-а-а. А ты сказал 2 киловатта сделал. Киратом. Так. Он вчера работал сегодня уже, ну, то есть, как говорится, потом под вечер что-то перестал тянуть, поэтому я ее не закручиваю. То есть, он там начинает... Частоты ушли, земля вкислилась, верня-мерня. Нет, земля, вон она моя, с улицы, которой я тут провод вытащил, валяется. А так вот, пожалуйста, я тебя включу сейчас еще раз. Не вопрос. Все. Запустилось. Вот такая же примерно коробка и у тебя, только побольше там. Ну-ка, блок релюх покажи. Кого показать? Блок релюх. Право. Нет релюх. Справа, где розетка? Справа, а что у тебя здесь? Вот, да, вот это, вот это, вот это, что такое справа прям? Право-справа. Кнопка. А, это кнопка? Вообще нет релюх? Реле тут нет. Странно. Это кнопка красная на размыкание работает, зеленая на замыкание. И все. То есть, я этой красной размыкаю, а зеленой просто подаю. Так, а фильтр, фильтр, колечко, так. 2000 нм. Это просто одна индуктивность? Это просто после катушки сразу идет этот фильтр и потом идет на выход. С этого кольца просто два провода выходят? Одно провод, один. Ну, один пришел, один ушел, да? Да, да. Просто индуктивность обычно. Да. Это этот, ФНЧ, да, фильтр? Да, он высокий обрезает, чтобы не погасить то, что идет от искра. А ну-ка искру покажь. Ну. Сколько там, миллиметра, полтора? Где-то полтора миллиметра. Я ее подстраивал, потому что... А, надо? Это самое, глючево. То есть, светомузыка была. А катушка от чего? Черная. Этот? Трансформатор? Да. Да, обычный. Монитор от какого-то. А ну-ка покажи его. От монитора. Никогда таких не видел. Я думал, от машины что-нибудь, какой-нибудь бомбы там стоит. Не знаю. Нет, господи, сейчас покажу. У меня есть. Никогда не видел. Вот. Обычный. Обычный это ТВСина, блин. Вот это обычный. Да, вот это ТДКС. Вот он. Вот точно такой же. Э, не видно. Дальше, чуть дальше. Стоп. Ленус, Вингис. Блин, все по-не-нашински. Это литовский. Да. Он этот накрылся, там диоды сгорели. Ну, что дает? Ну, на выходе вот дает. Что питаешь, что дает? Где-то 5 кВт дает. Вот еще один дохлый. А питаешь сколько? Питаешь, ну как. Настраиваешь его просто, он и работает. Вот это тоже сдох. Сколько вольт-то на зеленый? Ну, ты 24 можно подавать, в принципе. А ты подаешь сколько? Ну, я и подаю 24 в импульсе. У тебя что, вообще в системе везде 24? Да. У тебя этот, с дырочками, железный блок питания, сколько выдают? Все 24 вольт. 24 выдает? Да. А, вот почему ты сделал. У меня все 24 вольтовые. Вот он. А что ты давно бы уже на 9 вольт перешел? Гораздо практичнее. Какие-нибудь с Алиэкспресса маленькие бы шла. Ну, ты не можешь раскачать нормально топ. А, не хватает тебе? Слишком большие потребления идут. А, понятно. Вот. Так что. Все понятно. Такие дела. Вот. Вот она там горит. А мой ящик где? А, да, понял. Ха, дурацкий вопрос. Ящик мой в Питере. Ящик твой в Питере. Надо поехать туда сейчас. А эту ты сделал маленькую для народа? В смысле схему? Лоховскую схему, да. Ну, схему я тебе скину. А этот самый. А, ты не собирал? Сам аппарат вот на таком же, на такой же основе. Вот. То есть я просто его чуть-чуть, то есть саму схему я решил не паять, потому что она слишком проста и там 100 ватт это не будет интересно. Я решил просто ее немножко усложнить и вот она получилась. Это вот ты сидел с ней, заморачивался и вот это вот родил? Да. Можно было бы еще интереснее сделать. То есть ты ее простой назвал, потому что 50 Гц. 50 Гц здесь нет, да. Здесь хотелось бы, но нету. Здесь места даже нет под это дело все особо, потому что здесь надо ставить трансформатор еще один, модулятор ставить нормальный, чтобы можно... Инвертор мутить, да. Не, инвертор не нужен. Инвертор потери несет. Надо снимать то, чего есть, просто модулировать и снимать. Как усилитель класса D. Усилитель класса D работает, почитай про них. Вот усилок класса D, он работает с... У него этот самый... У него идет ШИМ-модуляция. Вот здесь примерно то же самое надо делать. Тогда получишь то, что тебе хочется толкать. А этот... А эти без земли работать не будут однопазны никак. Им нужна опора. Ну, можно встречную схему сделать. Встречную можно, тогда земля не нужна. Да, засинхронить. Надо будет потрахаться конкретно. Да ладно. Не так уж и потрахать. Зато без земли гораздо круче. Я тебе говорю. Нет, оно круче, но... Возни будет много. Вот такие дела. Ой, где там? Так что, вот так вот. Давай, дергай. Дергай. Та-да! Все. Пиздец. Все, пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»